Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и их биографию. Древин Александр Давыдович. Александр Давыдович Древин родился в июле 1889 года в Лифлянской губернии. Российский советский художник латышского происхождения. Родился в семье слесаря. Раннее детство будущего художника прошло в небольшом латышском городке Виндене Лифлянской губернии. В 1895 семья переехала в Ригу, где отец в поисках лучшего заработка поступил на одну из местных фабрик. В 1903 году окончил Екатерининскую школу в Риге. В 1904 поступил в приготовительную мореходную школу при Мангусковском училище дальнего плавания, которое окончил в 1907 году. В 1906 арестовался за участие в революционных событиях, после чего был вынужден на полгода уехать в Смоленскую губернию. По собственному признанию, к 19 годам он не знал ничего о живописи и не видел ни одной картины. И своим первым увлечением и искусством был обязан одному из товарищей по мореходной школе. Это новое увлечение настолько захватило меня, что я забыл о мореходной школе и начал писать этюды с природой без указаний, так как товарищ мой тоже был начинающий. И никого из художников мы не знали. В 1912 году участвовал тремя работами во второй выставке латышских художников в Риге. Одну из его импрессионистических работ приобрел в Рижске художественном музее. В 1914 окончил художественную школу, Рижскую художественную школу, сблизился с вернувшимися из Парижа Язебсом Гроссвольдом, что дало Древину возможность познакомиться с современными модельнистскими тенденциями в живописи. Гроссвольд и Древин вместе с Йоханссоном Хубансом создают объединение молодых латышских художников-авангардистов «Зеленый цветок». В 1915 в связи с началом Первой мировой войны, угрозой оккупации, Древины покинули Ригу и вскоре обосновались в Москве. В сентябре 1915 года он участвует в выставке латышских художников в пользу беженцев в Петрограде, становится членом общества «Бубновый валет», работает над серией картин, объединенных темой «Беженки», в которой впервые проявилась самостоятельность его творческой индивидуальности. Сближение с русскими художниками произошло после того, как 9-й латышский стрелковый полк выдвинул меня на общественную работу в Национальный латышский комиссариат. Тогда же я принимал участие в выставке в Кремле, устроенной стрелками, где я выставлял примитивы и беспредметные работы. Пишет Древин. В 1919-е Древин руководит музеем живописной культуры, вступает в ассоциацию крайних новаторов живописи, входит в состав объединения латышских художников группа экспрессионистов. В первые послереволюционные годы он выставляет ряд абстрактных работ, в которых нашли отражение его эксперименты с беспредметной формой и ее живописным воплощением. Среди течения русского авангарда эти отличенные композиции ближе всего к принципам лучизма. В 1920-м приглашен на работу в качестве профессора в высшей художественно-технической мастерской, где был руководителем мастерской вплоть до закрытия института. Важную роль в личной и творческой судьбе Александра Древина сыграла в встрече с талантливым живописцем Надеждой Удальцовой. В 1920-м году она стала его женой. Во второй половине 1920-х годов Древина и Удальцова для подготовки к большим выставкам много раз выезжали в творческие командировки, наиболее плодотворными из которых стали поездки на Урал, Восточный Казахстан, в Армении. Работа уральского цикла экспонировалась совместно с Удальцовой на их персональной выставке в Русском музее в 1928 году. Продолжает преподавать, активно занимается общественной художественной жизнью. В 1933-м году ряд картин Древина были снятых с экспозиции Московской выставки художника РСФСР за 15 лет. Выходит статья Бескина «Формализм живопись с резкими нападками на творчество Древина». 10 марта 1936 года в связи с публикацией в газете «Правда» статей «Сумбур вместо музыки» и «Балетная фальшь» происходило заседание Московского областного союза советских художников, посвященное борьбе против формализма и натурализма. Одним из главных предметов критики коллег стали работы Древина. Участие в деятельности общества Прометей, многие члены которого подвергались репрессиями, привело к расправе над Александром Древиным. Художник был арестован в январе 1938 года и после непродолжительного расследования приговорен к высшей мере наказания за контрреволюционную деятельность. Приговор был проведен в исполнении 26 февраля 1938 года на Бунтовском полигоне. 30 октября 19157 года за отсутствием состава преступления был реабилитирован. Ну вот так вкратце о российском и советском художнике латышского происхождения Александре Давыдовиче Древине. Данные из Википедии. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok